Всем привет! Сегодня записываю вертикальное видео, просто захотелось таким образом, такой формат, внедрить в свой канал. Сегодня хочу затронуть тему отношений и рассказать немножко на своем опыте, как происходила у меня трансформация ценностей и как я теперь вижу отношения между мужчиной и женщиной. То есть до 22 года, до того, когда у меня произошла некая определенная трансформация, когда началось все рушиться в моей жизни, у меня в принципе не было каких-то внутренних стержней, на которые я бы опиралась. То есть я больше опиралась на внешнее, на мнение людей, на деньги, на работу, на проекты и так далее. В 22 году у меня произошла трансформация, я села, прописала для себя те ценности, исходя из которых я вообще хочу жить, принимать решения, и там не было места страху. Там были любовь, искренность, вера, доверие. И в течение времени определенного происходили определенные ситуации, сценарии, и в этих сценариях я действовала определенным образом. Где-то по-старому, где-то уже по-новому, исходя из внутреннего стержня. И в конце концов мои ценности, они начали формироваться и набирать определенный объем внутри меня. То есть сейчас, если я посмотрю на те отношения, которые у меня были ранее, до 22 года, я даже не удивляюсь, почему они у меня не складывались. Потому что я очень часто боялась, я очень часто манипулировала, было очень много страхов, злости, вины, что молодой человек какой-то не такой и так далее. И все время я, в общем-то, уходила из этих отношений, потому что не видела в мужчине силу и не уважала его. А по сути, сейчас, исходя из моих тех ценностей, которые у меня есть, у меня основой является это уважение и умение увидеть в человеке силу. То есть я не принимала человека только из-за его слабости, хотя у него была сила. Но почему я не принимала его слабости? Потому что я не принимала свои слабости, свои тем не менее какие-то стороны. Из-за этого у меня было категорическое отрицание вообще в принципе человека. Сейчас, пройдя определенный путь, я уже вижу и понимаю, как я могу выстраивать эти отношения, исходя из своих внутренних ценностей, своей внутренней опоры. Я прошла уже огромное количество разных ситуаций, моментов в жизни, которые как раз-таки меня привели к тому, кто я есть. И на искреннем глубоком уровне понимания. И также, когда я начинаю взаимодействовать с другим человеком, я стараюсь в этот момент погружаться очень глубоко, очень искренне относиться к человеку, какой бы он ни был, да, задаю какие-то вопросы, узнаю о человеке больше. То есть я уже не бегу вперед паровоза, да, я не говорю о себе, посмотри, я такая, я такая, я так могу, я так могу и так далее. Здесь уже происходит более глубинное общение. Будь что с девушками, будь что с мужчинами, да, в принципе, гендер не важен. То есть когда я пошла в глубину себя, в свою глубину, тогда и взаимодействия с другими людьми стали более глубокие, более открытые, более честные, более интересные. Основой всего этого были как раз-таки мои ценности. Я не знаю, почему никто об этом не говорит, но когда человек выбирает свои ценности каждый день, каждый час, каждый поступок, каждая мысль, каждое действие, он начинает жить свою ту жизнь, которая ему нравится, где он себя любит, где он себя принимает, где он любит других людей, где он любит этот мир. Про ценности никто не говорит. Но я считаю, что это такая некая основа внутри человека, должны быть сформированы эти ценности, пусть на основе опыта, но зачастую почему-то нету вот этой вот путеводной звезды. Да, никто не знает, никто не чувствует, вернее, очень мало людей это чувствуют, понимают и знают. И ко мне тоже пришёл человек, который подсветил эти ценности внутри меня, вернее, подсветил, дал ориентир, куда направлять своё внимание. Моё внимание было направлено на очень много внешнего, но не было направлено на себя. Когда я обратила внимание на себя, на свои ценности, на свои принципы, приоритеты, когда я начала их рождать, скажем так, внутри себя, они начали зарождаться, появилась совершенно новая форма личности. То есть я сейчас вспоминаю себя в прошлое, это совершенно другой человек. Как я и говорила, что в прошлом я очень часто и обманывала, и себя, и других, и манипулировала, и всегда мне было страшно, что что-то это произойдёт, это не произойдёт и так далее. То есть всегда было всё под контролем. И на самом деле мне с собой, внутри себя было очень тяжело находиться, очень тяжело психологически. Но когда начались формироваться ценности, когда я начала приходить к тому, что очень важно полюбить себя и принять себя, стало намного легче. Когда я начала видеть, как я реагирую, почему я реагирую, зачастую это из внутренних программ, которые сформировались в течение жизни. Когда я начала наблюдать за собой, что хочет моё тело, что оно чувствует. Когда я в общем и целом начала наблюдать за собой, как за некой экосистемой, тело, душа, ум. И смотреть, где мне что-то откликается, где мне что-то хочется познать и так далее. И всё это происходит достаточно естественно сейчас. И основой всего этого зачастую становятся мои ценности в каждом выборе, в каждом времени, в каждой мысли. Это очень важно. И вот когда я в первый раз села, прописала ценности, я ещё прописала, какими бы я хотела видеть своих друзей. И знаете, у меня тогда ещё было внимание направлено на внешнее, и я не понимала одного, что вместо того, чтобы искать этих людей, вместо того, чтобы их менять как-то, необходимо прежде всего внутри себя измениться. Необходимо внутри себя по-настоящему проживать, исходя из этих ценностей. То есть если ты выбираешь искренность и честность, то вот каждый день ты искренен и честен и с собой, и с другими. Путь что будет вообще, путь что будет. Главное быть честным. Если ты выбираешь любовь, то ты каждый день выбираешь действовать, исходя из любви. Путь что будет вообще. И в этом есть очень невероятная сила. Сила любви, сила доверия, веры и искренности. И когда я это осознала, что на самом деле нужно-то начать с себя, а уже потом притянутся те люди, которые точно такие же. Или же они, твои люди, которые рядом с тобой, просто изменятся. Потому что не будет вот этих вот конфликтующих программ, которые играют в эти конфликтные игры. Это всё изменится. Но, как говорится, не надо спасать мир, нужно спасти себя. Нужно прям начать с себя. Ежедневно вводить в свою жизнь определённые какие-то практики, если они необходимы. Зачастую для чего практики нужны? Для того, чтобы ввести в свою жизнь вот эти привычки. Привычки осознания и восприятия этого мира таким, какой он есть. Или по-новому, по-другому. И получается, что основой является ценность. И основой является момент здесь и сейчас. И всё, и ты действуешь, и создаёшь свою жизнь, и становишься творцом своей реальности. Всё просто. Кто хочет глубже узнать всю эту историю, кто хочет поближе познакомиться с собой, пишите мне в телеграм-канал «Консультация». Я делаю сейчас месяц консультаций. Будем разбирать вашу ситуацию. И моя задача через эти консультации привести человека к самому себе. К своей основе, к своей опоре. Потому что внешне, оно всегда изменчивое. Но есть что-то внутри, что всегда с тобой. И это внутри ты сам формируешь в течение жизни. Изначально это были обстоятельства, которые тебя формировали. А теперь ты можешь это менять и трансформировать. Всем пока.